Денис Иванович Фанвизин, выношу его в отдельный клип, тут тоже, в общем, по всем годам он важен, нельзя его в какой-то год поместить. Ну, пожалуй, самый лучший из всех авторов 18 века, либерал, кстати, критик российской действительности, революционер. Они с Паниным написали конституцию, революцию хотели сделать, либеральный парламент в России. В общем, человек хороший. Ну, как большинство русских литераторов, он, конечно, не русский, в данном случае он немец, то есть фон Визин, да, Визин, это его настоящая фамилия, а фон это почему-то приделали, но почему-то они всем вот этим молдаванам, татарам и так далее сочиняли русские фамилии и считали русским. Вот фон Визин, это его из немецкой фамилии Визин, переделанная, вот фон приделали как начало и так далее. Ну, они православные были где-то еще с 17 века, то есть где-то вот так вот 100-150 лет русификации, но я думаю, что там четкие были границы между всеми группами, то есть то, что он немец, скорее всего, он сознавал и в 18 веке тоже по происхождению. Ну, он лингвист, они с Державиным, кстати, русский язык доделали, о чем я тоже расскажу. Начальное образование домашнее, потом у него была университетская гимназия, где он по латыни, большей частью там упражнялся и получил две золотые медали. Университетская гимназия, это значит при московском университете, фон Визин, он вообще московский. Вот, больших успехов в латыни достиг, она тогда в основе всех наук была. Однако, поскольку он был все-таки военный, они же все дворяне были, ему вместо золотой медали дали воинский чин, однако его отправили в московский университет, расспособности есть. Вот в университете он познакомился с Шуваловым, с Ломоносовым, с Сумароковым. Вот в Петербург ездил как раз по вот этому поводу, что он лучший ученик московской гимназии, где познакомился со всеми тогдашними, значит, лидерами культуры. Сумароков-то работал как раз при московском университете тоже, вот пьесы увидел он в постановке Сумарокова, вот как раз когда кончил гимназию. С 61-го года он студент московского университета, однако параллельно он работает уже в коллегии иностранных дел переводчиком. У него были способности к языкам, он в значительной степени фанвизен, между прочим, лингвист. Ну, как все лингвисты, он видел, так сказать, правду. Лингвистам проще, они постоянно анализируют язык, поэтому когда пытаются обмануть, мы лингвиста сразу видим. У нас глаз наметан, где какой текст и что он означает. Поэтому, видимо, у него было критическое отношение к действительности. Переводил очень много, он работал, естественно, в МИДе, был переводчиком Министерства иностранных дел, да, но также он много переводил в 60-е годы с различной литературы художественной. В частности, в 61-м году он перевел басни Хольберга с немецкого, потом он переводил с французского множество романов, допустим, роман Террасона «Геройская добродетель», переводил Вольтера, с латыни перевел «Метаморфозы Авидия», ну и различных вот прочих авторов французских все 60-е годы он переводил. Естественно, он в оригинале читал по-французски, по-немецки, и уже тогда он был руссоистом, то есть он был либеральным демократом по убеждениям, даже таким левым демократом скорее, потому что Руссо скорее левый там из всех. Ну, естественно, вот такие убеждения рождали крайне критическое отношение к российской действительности, и еще в 60-е он начал писать сатирические произведения, скорее всего, уже в 60-е первый набросок недоросля у него был. Фан Визин считал себя последователем французских просветителей, но это ничего было, потому что Екатерина тоже себя считала, но Фан Визин, конечно, был достаточно радикальным последователем просветителей. Фан Визин работал при Елагине, который был масоном. Насчет был ли Фан Визин масоном, я не знаю. Он написал, помимо всего прочего, в 60-е годы комедию «Бригадир». Комедия «Бригадир» скорее лингвистическая. Она изображает, как на самом деле говорили дворяне на смеси французского с нижегородским. Ну и заодно она высмеивает вот это вот, что многие дворяне чисто внешне подражают Западу, думают, что вот на Западе все прекрасно, во Франции и так далее. А реального какого-то просвещения Западного они не устраивают, не усваивают. Это выражается в языке вот в этой смеси французских слов с русскими. Но на самом деле, это все о чем говорить, что тот язык, который там Ломоносов, Тредяковский, Сумароков и позднее Фан Визин составляли, он не соответствовал даже языку дворян. Потому что, скорее всего, реальный язык дворян – это вот эта вот была смесь французского со всеми на свете диалектами. Но они над ней смеялись, они понимали, что такое не может быть национальный язык. Поэтому они сочиняли по каким-то вот правилам, вот об этом можно сказать, что все вот эти создатели русского языка считали, что есть какие-то вот правила, по которым языки составляются. Они не ориентировались на настоящую норму ни крестьян, ни дворян, никого угодно. Вот они обсуждали, что должны быть какие-то рациональные схемы, и Ломоносов об этом много пишет, и по ним уже нужно построить язык. То есть они язык конструировали, конечно, и Фан Визин тоже, и так считал, что так надо. В 1969 году он примкнул к Панину. Панин считался лидером либеральной партии Никита Иванович Панин, граф. Это вельможа Екатерининский, который, в общем-то, был вдохновителем тех реформ, которые более-менее Екатерина начала. Вот они сошлись с Панином, и с Панином они составили заговор. Фан Визин плюс Панин. Причем в этом заговоре Фан Визин написал проект Конституции. То есть Фан Визин автор первого проекта Русской Конституции. Значит, они хотели свернуть Екатерину, поставить у власти Павла, серьезный заговор у него был, значит, и чтобы Павел при этом подписал Конституцию. Дело в том, что Панин поддержал Екатерину еще в 62-м году, только потому, что она ему тоже обещала, что она прогласит Конституцию, когда придет к власти. И сейчас обнаружено, в принципе, не сейчас, а в 19-м веке уже обнаружили, что после прихода к власти Екатерина подписала манифест, в котором она созовет парламент, императорский совет он назывался, из дворян, естественно. И парламент будет в перспективе разрабатывать Конституцию. Вот этот проект написал Панин. Она подписала, но потом она его порвала, свою подпись. То есть сделала недействительную. Вот эта вся история была, но она его оставила, Панин, при себе. И он, в общем, участвовал во всех вот этих ее полулиберарных реформах. Но основные ее не реформы были, кстати, в сфере образования. Видимо, она считала, что они достаточно образованы. Вот они вместе с Панином все 60-е интенсивно вводили европейское образование. Одним из лучших учеников этой системы был как раз Фанвизин. Его вот выдвигали, он действительно проявил там способности. Переводил много. Хорошо знал европейскую культуру к концу 60-х. Но он сам-то, в общем-то, немец, да, по национальности. Чего же ему не знать собственную культуру? Вот Панин, тем не менее, был недоволен, что Екатерина так и не сделала ни парламента, ни конституции. Наказ она выдала, комиссию она собрала по уложению, комиссия в холостую работала. И, в общем-то, все 60-е Панин возгадал как раз либеральную группировку. Они агитировали за то, чтобы отменить крепостничество в перспективе, создать парламент из дворян при Екатерине, сделать конституцию, чтобы было как в Англии. Вот в 69-м году Панин плюс Фанвизин создали заговор, куда они втянули брата Никиты Панина, фельдмаршала Петра Панина, то есть представителей армии силовых структур, князя Репнина, многих гвардейских офицеров, то есть они тут же армию подтянули хорошо. Туда же примыкала Катя Дашкова, подруга Екатерины, которая возглавляла Академию наук. Значит, и о заговоре знал Павел, то есть идея заговора, вот уже говорил, какая была, привести к власти Павла. Павел им обещал, что он, значит, подпишет конституцию и даже подписал ее. Фанвизин написал конституцию, которую уже подписал Павел. Такие были дела, был такой документ. И дал присягу в том, что он эту конституцию будет соблюдать. Дальше некто Петр Бакунин, как рассказывает в официальной истории этого всего, стал предателем. Через Григория Орлова он передал императрице список заговорщиков. Екатерина, поскольку она понимала, что смысл заговора в Павле, потому что без Павла, конечно, Никита Панин никогда императора в России не будет. То есть смысл у них был в том, чтобы Павла привести к власти, и тогда он сделает конституцию, а эти все ребята будут депутатами. И власть их сильно увеличится после этого. Вот Екатерина вызвала Павла к себе и расколола его, зная о заговоре. Павел покаялся и принес ей список заговорщиков. Екатерина лицемерно выбросила весь список в камин, даже не стала читать и сказала, что я не хочу знать, кто эти несчастные. На самом деле она весь список уже знала, потому что заложил Бакунин. Тем не менее Екатерина, опять же, никого не репрессировала. В принципе, это были ее ближайшие соподвижники. Ну там Дашкова уж куда ближе. Дашкова, ее ближайшая подруга, состояла в заговоре либералов. Панин – это основной человек, который ее привел к власти. И они писали комитетом все ее законы. Как раз Панин там и прочее. Значит, она их не репрессировала. Тем не менее, она удалила Панина из власти. Панину при этом она пожаловала большое количество крепостных. И Панин, кстати, раздал половину крепостных своим секретарям, в том числе Фанвизину. То есть Фанвизин стал богатым помещиком. Ну, в общем, она решила их купить. Значит, она считала, что Конституция преждевременна. Но так как, в принципе, она сочувствовала какой-то степени идеям просвещения, то есть она не считала, что это какой-то такой реакционный переворот. Она считала, что ребята слишком быстро хотят перемен. В принципе, ребята полезные. Вот она сделала вид, что она не прочитала списка заговорщиков. Дала им, значит, 9 тысяч крестьян, которые они между собой поделили. И, в общем-то, тем не менее, отстранила потихоньку там от власти, допустим, Панина. То есть снизила их политическое влияние, чтобы они сильно не зарывались. Но она их сохранила, потому что считала, что они ей нужны. В том числе и Фанвизин засветился вот в этой группировке либералов. На самом деле достаточно влиятельный. Но, говорят, она читала Конституцию Фанвизина и по этому поводу сказала «Худо мне жить приходится, уже и господин Фанвизин учит меня царствовать». Значит, они в основной текст Конституции уничтожили, но сохранилось видение. Видение называется «Рассуждение о непременных государственных законах. Оно есть». Прекрасный текст, весьма разумный, написанный Фанвизином. Реально там представлены идеи Дидро, Вольтера и прочих либералов о правах человека. Он говорит, что без прав человека люди себя не чувствуют в безопасности, и поэтому все несчастные – и правительство, и общество. Но до сих пор у нас никакой безопасности, до сих пор мы по Фанвизину не живем, до сих пор у нас деспотизм. Поэтому текст считается как современный. Там Фанвизин очень резко критикует деспотическую власть, всевозможные нарушения, которым она ведет. Все прекрасно написано, обосновывает идеи политической свободы и прав человека. Начинается так. «Верховная власть веряется государю для единого блага его подданных. С ее истину тираны знают, а добрые государи чувствуют». Ну, все остальное уничтожено. Прямо осталось она прекрасно. Это текст реально Фанвизина. Вот Фанвизин – самый передовой человек России. Потому что, в отличие от Хераскова, он не занимался сочинением всякого бреда про великую Россию империалистическую и про загнивающий Запад, а реально критиковал реальные беды России и хотел нам всем демократии. Ну, они хотели демократии сначала дворянской с Фанниным. Они думали, что будет парламент из дворян, вот у них проект был, и будет конституция, которая гарантирует права человека. Но постепенно они хотели отменить крепостное право. То есть, вот этот парламент будет, у государя будет исполнительной властью, у парламента законодательной, как в Англии. Крепостничество они понимали, что не соответствует английским тоже стандартам. Но они хотели отметить постепенно, потому что сразу нельзя, может быть, путь дворянский. Но положение о том, что крепостничество – это плохо, содержится в этом тексте, в преамбуле Конституции Фанвизина. Есть там про то, что плохо – это все рабы и так далее. И есть в других документах этого заговора. То есть, они хотели отменить крепостное право, просто не сразу. Сначала они хотели Конституцию, а потом крепостное право. Конституцию и парламент. Ну, вот после всего этого он женился на дочери купца, как они дворяне часто тогда делали, и купцы охотно на это шли, потому что повышали статус. Это резко его увеличило материальное положение. Он был богатый в конце 70-х. Он съездил во Францию, потому что был богатый. И с Францией он написал письма свои довольно известные, где критикуют, в общем-то, Францию. Но и в то же время он говорит, что там более развитая промышленность. И Россию тоже написал письма, в которых критикуют и Францию, и Россию. Но в целом, во Франции тоже было что критиковать. Там все еще был абсолютизм, феодализм, и Францию критиковали и просветители. То есть письма у него в целом в духе либерализма того времени тоже выдержаны. В Париже он встречался с Бенджамином Франклином, и он большое впечатление произвел на Фанвизина. Вот говорят, что Стародум в недоросле – это на самом деле Бенджамин Франклин. То есть основатель Америки. Франклин как раз же был послом, как раз же война была эта. Поэтому во Франции часто Франклин появлялся. Франция была союзником США. Вернувшись из Франции, он написал недоросле. Он во Франции убедился, что там театр развитый, комедии большое впечатление производят на людей. Поэтому решил написать комедию. И таким образом все-таки способствовать просвещению. То есть в политике не получилось. Решил в искусстве. Комедия недоросле нам известна. Безусловно, шедевр 18 века. Там все основные идеи, которые лучшие действительно сыны России имели, они все выражены. Во-первых, показано общество, все его слои. Показано, что все они сплошь гнилые. Придурки-помещики эти, дегенераты. Такие же у них эти самые, блин, крестьяне. В общем, недолго эти скотинины от своих крестьян там уехали. Ну и там прямо, да, говорится, что с этими господами жить все равно, что с животными. Критика России на самом деле серьезная в недоросле. Но для нашей культуры характерно, что недоросль все любят, хлопают. Да, да, типа вот такие мы скоты, а потом дальше все по-скотски. Вот я говорю, у нас двоемыслия все-таки преобладает. Там этим всем негативным персонажам, крепостникам, всем этим противопоставленным положительные герои. Но положительные у него хуже получились. Положительные больше у него так вещают. Там у него Софья, Милон, Правдин, Стародум. Они больше вещают, да, от неких вот как надо. На живых людей не совсем походят. Ну, потому что таких людей и мало было. Но тут, с другой стороны, нужно было дать пропаганду. Фан Визин писал для пропаганды. Поэтому ему нужно было вот таких положительных персонажей вывести, чтобы они там изложили как надо. Чтобы не только плохое показать, но и что-то хорошее. Ну, хорошее хуже получилось, потому что не походят на реальность. А плохие на реальность походили, и поэтому это всем нравилось. Ну, кстати, там еще есть скрытая критика Катерины. Там в этом поместье, фактически вот это поместье, это и есть Россия. В нем на самом деле же правит женщина, да. То есть, на самом деле, простакова Скотинина, который реально управляет всем там, а не помещик. Это некоторый укол в сторону Екатерины. И поэтому, видимо, она возненавидела, опять же, Фан Визина за такие... Она поняла этот намек, что это вот, в принципе, Россия, и оправит в ней вот эта вот женщина. И, естественно, эта простакова Скотинина показана как такая дегенератка, деспот. Там она считает, что ей все позволено, потому что она дворянка. И вот эта идеология же Екатерининская есть, да, что дворянам все позволено. Вот эта вот Скотинина, она и считает, что дворянам все позволено. Но на самом деле она действительно скотина. И вот этот тезис «дворянам все позволено», он не работает. Вот это и показывает Фан Визин, в этом демократизм. Он показывает, что Екатерина думает, что вот есть какие-то люди по природе благородные, а по природе они такие же скоты, как и их крестьяне. И благородство проистекает не из происхождения, а из знания, из просвещения. Вот эта идея там четко присутствует. Вот недоросли, поэтому это демократический текст, написанный одним из первых наших настоящих либералов, а не вот этих фейковых, типа Екатерины Херасковой. У нас культура лжи. У нас очень много имитируют разные западные идеи, но реально им следует мало кто. Вот Фан Визин реально следовал, реально показал, как вот человек просвещенный воспримет вот это общество, которое в России имитирует, так сказать, идеалы просвещения в очередной раз, имитирует некую Европу. Поставили, в Петербурге сначала оказались это ставить, потому что все видели, что сильное сатиры на общество тогдашнее. Поехали они в Москву, в Москве тоже не пропустили, потом он опять поехал в Петербург, и первая премьера состоялась 24 сентября 1782 года в Петербурге. Они, значит, рискнули. Был жуткий успех, потому что у нас все-таки, как бы, да, официально, да, все за царя, а реально большинство и понимает, что говно вокруг одно. Вот Фан Визин показал, что вокруг одно говно. Всем понравилось, на самом деле. Был жуткий успех. Говорят, что публика аплодировала пьесу «Метанием кошельков». В 1983 году он его поставил в Москве, с тех пор она постоянно у нас ставится, и весьма, весьма большое впечатление произвела на Пушкина, на Гоголя Лермонтова, на Белинского. Белинский все это поддерживал. Гоголь сказал, все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на все русское, а между тем нет ничего в ней карикатурного, все взято живьем с природы. Вот, кстати, Гоголь нашим ватникам отвечает. У нас ватники постоянно бежат про какую-то русофобию, когда люди правду говорят о России. Вот Гоголь говорит, вот кажется, что он русофоб этот Фан Визин, да, потому что все русские изображены идиотами, которые не идиоты, они вообще на людей не походят, там на святых походят, да. Но на самом деле все правду пишет Гоголь. Ну, и Гоголь много же о Сатире говорил. Гоголь сам потом был, в общем-то, ватником в конце жизни. Тем не менее, и он понял, что вот такая критика – это не только не русофобия, это критика, которая пытается помочь хоть чем-то, значит, России. И в случае России критика нужна очень жестко. Потому что Россия постоянно что-то имитирует, но... Вот эти все учителя, допустим, у них там немец якобы учит немецкому языку, там, и европейской культуре, да, а на самом деле он Вральман, то есть он на самом деле кучер. Вот это вот символ такой как раз вот этой России, российского якобы западного этого просвещения. Вот якобы то, что Россия воплощает какую-то западную культуру, это Вральман. Больше чем на кучера, там западной культуры нет. Вот самая... даже... даже там не эта скотинина сатира, да, даже там не этот самый дурак-то недорословно, понятно, что он просто малолетний дурак. А там самая сатира заключена в этих учителях. То есть, а в чем вот эта российская культура заключается? Кутейкин, который говорит на церковно-славянском, то есть совершенно устаревшая религия, которую в Европе уже там не котируется, да, православие. Цифиркин, то есть солдат, да, который ничего на самом деле тоже не знает, кроме там элементарной арифметики, умеет только воевать. Вот она Россия. Попы, значит, милитаристы. И Вральман, то есть имитация Запада, да. Вральман на самом деле кучер. Ничего не знает он на Западе, но может быть немецкий язык на уровне кучера. Вот все. То есть все Екатерининское, это самое образование, просвещение, о котором она говорила, да, сводится к Кутейкину, Цифиркину и Вральману. Критика глубокая, если там покопаться. В Анвизине он все понимал, очень умный немец. И в то же время русский, да, такой был русский немец. Белинский очень любил. Екатерина тоже не дура была. Она сразу поняла, что это системная пародия именно на ее проект. Этого элитарного дворянского такого общества. И она, в общем-то, запретила публиковать фанвизину, что бы то ни было. После недоросли ему запретили вообще что-либо печатать, чтобы он еще что-нибудь написал. Недоросли нельзя было запретить, уже был всем популярен, по всей стране ходил. Она зарубила много его проектов поздних. Он уже болел, фанвизин, его разбил паралич. Он, тем не менее, пытался писать, пытался как-то быть полезным обществу. Фанвизин пытался издавать журнал «Друг честных людей» или «Стародум», где, в частности, было, кстати, продолжение недоросля, и все это запретило Екатерину. Все его поздние работы были запрещены, и он не печатался. Непонятно, вот говорят, что после премьеры «Недоросля» кто-то сказал «умри, Денис, лучше не напишешь». Говорят, что Потемкин, но может быть Державин. Державин, в принципе, был близок к фанвизину, хотя он был, конечно, не либерал Державина. О Державине я поговорю, но писатель он был неплохой, Державин. Это все тот же круг. Все это близкие люди к фанвизину, к Панину, Апальному и так далее. Кроме этого, уже после «Недоросля» он написал рассуждение о непременных государственных законах, где жутко критикует опять же Россию и говорит, что Россия – это земля, где народ, присмыкаясь во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства. Ну, прям к современной России все подходит, да? Народ, присмыкаясь во мраке глубочайшего невежества, вот именно что, носит безгласно, прям вот как сейчас, бремя жестокого рабства, вот прям как сейчас. Как говорится, вот лучше не напишешь, как верно говорят о фанвизине. Ну, вот, значит, там фанвизин говорит, что нужно потихоньку убирать крепостное право, постепенно они считали, потому что резко не получится. По крайней мере, прекратить издевательства над крепостными, там, по крайней мере, контролировал, чтобы это государство. А потом постепенно отменить. Нужно ввести конституцию, которую должен соблюдать монарх. То есть он продолжает агитировать и думает, что Екатерину можно убедить аргументами. Вот они все-таки достаточно наивные тоже были. Я так понимаю, что это «Кцарица» написано, да? Чтобы она все-таки ввела конституцию, как они Епанин убеждали, фанвизин и так далее. С 1983 года он работает по созданию словаря Академии Российской. Я о нем скажу. Это окончательная кодификация русского языка. Вот эта вся команда Сумароков-Тредиаковский-Ломоносов. Они создали основную лексику, или принципы ее отбора. И Ломоносов написал грамматику. Язык так и не был еще кодифицирован. А реально его кодифицировали, между прочим, фанвизин. Фанвизин окончательно написал словарь уже, как словаря Державин там. Вместе с ним работал и некоторые другие. Там был комитет, в котором очень большое участие принимал фанвизин. Фанвизин один из тоже авторов русского языка, но он уже работал в словаре. То есть грамматику уже Ломоносова составила, а фанвизин и прочие, они обрабатывали словарь. Но они как бы рассматривали уже Ломоносова как источник. То есть и Сумарокова, и Тредиаковского, что вот эти тексты уже считают, что это русский язык, и они с ними работали, отбирали оттуда слова. Но я расскажу об этом, да. Потому что вопросы кодификации русского меня тоже интересуют. Ну вот и он, будучи уже больным, уже в параличе, работал со словарем с этим. Писал все равно тексты, комедию написал гувернер. Фильетоны, все это они публиковали, читали. Державин его поддерживал, был его другом. В доме Державина читали его комедии, а напечатать ничего не получалось. Ну вот словарь только печатали, в котором с Державином, со словарем работали. Вот, умер он 1 декабря 1792 года. Первый русский демократ, выдающийся лингвист, между прочим, автор словаря русского языка, напоминаю, на котором так мы все и говорим. Автор первой русской конституции, правда уничтоженный, только одно введение осталось. Ну и два прекрасных текста, это «Бригадир» и «Недоросль». Огромное влияние на литературу. Пушкин, между прочим, его ценил. Прям есть текст «Пушкина. Тень Фанвизина». Ну и, пожалуй, наверное, все о нем. Дальше просто, если будет влияние Фанвизина, я буду его тоже упоминать. Субтитры создавал DimaTorzok